здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала с вами юлия и я сегодня хочу показать вам значит в коротком видео как быстро и безотходно сшить блок летящие гуси это очень красивый блок он много где применяется в рисунках и для этого я выкроила из сатина значит заготовку она у меня идет 19 на 19 сантиметров и 4 заготовки по 11 сантиметров то есть квадрат идет 11 на 11 сантиметров для начала я выкладываю большой блок по диагонали и на него значит лицевыми сторонами во внутрь выкладываю 2 квадрата по 11 сантиметров значит верхник в верхний угол кладу квадрат и в нижний обязательно тщательно соблюдаю все стороны чтобы уголочки были ровненько а затем беру линейку выкладываю ее таким образом чтобы у меня совпало полностью уголочки все по диагонали совпали и прочерчиваю линию исчезающим маркером вот таким образом и сейчас мне требуется проложить строчку отступив от края значит не от края от полосы отступив от значит размеченной вот этой полосы 5 миллиметров в эту сторону 5 миллиметров в эту сторону я прокладываю две строчки и так мне требуется проложить строчку отступив от линии разметки 5 миллиметров что я для этого делаю во первых ставлю лапку значит зигзагом где идет широкая прорезь как раз на 5 миллиметров затем увожу иглу в крайне левое положение значит подвожу линию разметки под край лапки значит под край выемки лапки таким образом чтобы вот эта линия разметки у меня была видна в правом в правой прорези лапки затем опускаю иглу и делаю замер то есть беру линеечку и замеряю вот 5 значит линейку я прикладываю к линии разметки значит подвожу линейку иголки я вижу что у меня ровно 5 миллиметров и теперь я начинаю строчку не делая никаких закрепок выставляю строчку на длину стежка в 2 миллиметра итак проложив строчку проверяем чтобы у вас было ровно сантиметр между строчками и чтобы линия разрезу у вас проходила как раз вот чтобы с этого края с этого края было пять миллиметров почему это так важно дело в том что когда вы не выдерживаете размер строчки то вот эти миллиметры они накапливаются и в последующем рисунок у вас может не совпасть то есть либо уголочек сместиться либо рисунок куда-то поведет и вот чтобы этого не произошло обязательно следите за строчкой чтобы вот именно не потерять вот эти миллиметры далее что требуется а теперь я сейчас возьму коврик и разрежу вот эту диагональную линию для того чтобы у меня получились пока что две заготовки какие дальнейшие действия сейчас я заутюживаю вот таким вот образом большую заготовку значит припуск на шов я заутюживаю на малые заготовки и так заутюживаю припуск самое главное только не растягивайте потому что вышили по диагонали и чтобы вот этот шов не вытянулся у вас разутюживайте очень аккуратно в результате мы получаем вот такую вот красивую заготовку и что далее далее я беру квадрат поворачиваю где деталь опять по диагонали беру квадрат и прикладываю его к тому углу который у нас еще не зашит вот таким вот образом и снова провожу диагональ для определения места сшивания то есть совмещаю уголочки отмечаю линию и также отступив 5 миллиметров с того и другого края прокладываю 2 прокладываю два шва далее опять разрезаю по средней линии разметки с этой деталью поступаю точно так же вот такая заготовка у вас должна получиться и сейчас остается только и лишь ее осноровить и что я сейчас делаю у меня вот здесь на шаблоне как бы вам так показать вот проходит угол 45 градусов вот полоса и вот полоса я сейчас выкладываю значит этот угол 45 градусов и проверяю совпадает ли у меня вот этот уголок с этим значит шаблоном и я как вижу что у меня все полностью линии грани подшипа совпали и я сейчас вывожу шаблон таким образом чтобы сделался припуск 6 миллиметров по краям и здесь в том числе и обрезаю полностью вот это вот все лишнее получается вот так и то же самое я сейчас выровняю край то здесь у меня есть прямая линия внизу на шаблоне я ее точно также выставляю и по вот этому краюшку то есть значит ориентируясь на край треугольника обрезаю и сейчас я так сделаю полностью со всеми своими деталями ну что ж мы видим и что из одного большого квадрата и четырех маленьких мы получили 4 заготовки значит вот они уже пожалуйста гусики вот их не крылышки значит и мне сейчас эти гуси эти гусей надо собрать в клин я значит как не это сделать беру две заготовки складываю таким образом чтобы значит чередовались у меня треугольники вот так вот я его выкладываю затем переворачиваю и шов я произвожу отступив 5 миллиметров вот по этому краю шов я буду прокладывать вот здесь и самое главное следите за тем чтобы у вас шов не зашел вот в этот треугольник то есть он у вас должен проходить шовчик вот по вот этому стыку то есть по вот этому над треугольником и тогда когда вы развернете деталь вот у вас этот клинышек будет остреньким и красивым далее берем две детали и снова складываем точно таким же образом то есть низ большого треугольника прикладываем к верхушке такого же желтого треугольника разворачиваем и что мы видим а мы видим то что у нас идеально застрочены уголочки они полностью все у нас совпали так как нужно по шву и что теперь теперь надо эту деталь отутюжить и в дальнейшем уже использовать для тех целей для каких вы ее шили ну что ж блоки готовы к работе к дальнейшей давайте скажем так работе потому что я вам показала только лишь сборку одной полосы вот у меня вот например в будущем планируется видео где будут применяться эти блоки сначала вот в такой расцветке потом вот в такой расцветке у меня будут чередоваться но не будем спешить потому что как бы это уже будет следующее видео и здесь как бы крупный блок получился а также можно сделать более мелкие блоки например для покрывала чтобы сформировать значит рисунок либо такую полосочку можно использовать в косметичке в корзинке в сумке дал принципе где угодно самое главное что он шьется совсем легко просто но получается очень эффектно ну что ж видео закончено я надеюсь что вам понравилось как я вам рассказала и показала как шить такой блок вы мне за это поставите лайки подпишитесь на канал если до сих пор не подписаны а с вами была юлия я прощаюсь с вами до скорых встреч а